здравствуйте но на сегодняшней неделе у нас появилась информация о том что у нас делаются великие усилия для того чтобы сделать для истцов бесплатным судебные процессы вот такие процессы бесплатными становятся у нас по причине того что законодатель и в общем сообщество около юридическое владеющие финансами предлагает некую схему инвестирования в судебные процессы на самом деле это все уже пройденный этап в странах в которых экономика скажем так стартовала не в 90-е годы до появилась давно и соответственно все эти институты постепенно развивались у нас же на самом деле пытаются сделать для истцов бесплатном обращение в суд то есть истец допустим которого крупно обидели да это либо физическое лицо либо юридическое лицо но думаю что крупные инвестиции все-таки будут вокруг юридических лиц крутится говорит что я хочу мега дорогого адвоката но денег у меня нет я практически уверен что я прав адвокат не мой дорогой говорит то же самое но платить его в течение года я не могу соответственно адвокат клиент идут к инвестору объясняет ему свою правоту то есть что мы тут проиграть не можем что мы вот денег как отсудим и такой инвестор дает им там не знаю 500 миллион рублей для того чтобы они судились и по результатам выигрыша соответственно обычно это определенная доля от присужденной суммы значит по результатам выигрыша инвесторов забирает свою долю схема в общем красивая рабочая все хорошо но на мой взгляд законодатель пытается устранить некую такую проблему бесплатной юридической помощи для части лиц да то есть если это попытка отрегулировать поле для граждан наших которые не имеют денег но их права нарушены чтобы они могли позволить себе хорошего юриста то на мой взгляд это можно сделать более простым способом фактически надо просто дать судьям возможность или заставить их взыскивать судебные расходы в полном размере ведь сейчас редко какой процесс ну в арбитраже наверно получше ситуация обстоит но в общей юрисдикции ты можешь просудиться год и тебе присудят судебных расходов 25 тысяч рублей это вполне реальная ситуация причем даже никто и не подумает что это недостаточно что мало того что судья видит адвоката там юриста только в суде для того чтобы быть судьи выступать судьи и делать это успешно нужно провести два часа в канцелярии нужно провести три часа с экспертом нужно съездить на экспертизу и так далее то есть предпринять какие-то действия которые судья в принципе не видит но исходя из того что есть деле говорит что их не было не представляется возможно в общем на мой взгляд и ситуацию с бесплатной юридической помощью я как раз материал по поводу этого готовлю можно изменить сейчас ведь у нас государство платят денежные средства адвокатам которые оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам ну во первых в суды ходить бесплатно это конечно не здорово но почему бы просто если адвокат ну допустим я могу себе позволить взять какое-то дело и вести его за там какой-то будущий причитающийся мне гонорар но если я захочу вкладывать деньги собственные деньги в какой-то судебный процесс я автоматически напираюсь на ситуацию когда вот хорошо мне надо потратить в процесс на там допустим свои работы на 100 тысяч рублей каким образом мне вот это авансированная моя работа будет возмещена судом в размере 25 тысяч рублей получается что суд сам делает невозможным скажем так взыскание судебных расходов в полном размере в реальном полном размере который человек понес и тут же одновременно тратит денежные средства на то чтобы граждане получали бесплатную юридическую помощь платя напрямую уже специалистам которые эту бесплатную юридическую помощь оказывают на мой взгляд тут как-то какой-то парадокс в этом и и тем более что вот эта вот схема инвестирования в судебные процессы но во первых это будет совершенно очевидно касаться только громких судебных процессов да не думаю что стоимости инвестирования будет меньше там не знаю 1400 поэтому граждане у нас обычно опять продолжат отдыхать вот ну а бизнес сообщества наверно как-то ему полегчает от этого причем еще ну пока вот я даже не понял какие примерно в россии могут требовать бонусы инвестора да то есть во сколько реально это истцу вылиться поэтому инвестирование наверно здорово в судебный процесс но какой ценой да и достигается ли тот результат который вот сейчас все пытаются достичь бесплатной юридической помощи для всех наверное нет наверное вот на мой взгляд взыскания этих денежных средств возможно только ну компенсация до истцу этих денежных средств наверно возможно самый простой путь это полное присуждение судебных расходов исходя из проделанной работы достигнутых результатов в суде вот а когда ты проделал работу на 100 тысяч а тебе присудили 25 любой задумается вот поэтому инвестирование здорово но кто так не считает скажите мне я как раз готовлю материал на эту тему поэтому очень в тему вышел материал по поводу инвестирования ну и он так начал обсасываться более меня в юридических сми ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал и тогда все будет хорошо